Добрый вечер! Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днём весны. 1 марта 1995 года любимец миллионов, телеведущий Владислав Листьев, закончил запись эфира своей программы в час пик и попрощался со зрителями в последний раз. Я благодарю вас. Сегодня был час пик. Я обращаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. В 21.10 Листьев подъехал к дому и вошёл в подъезд. Он поднимался по лестнице, когда сзади грянул выстрел. Киллеры сторожили его несколько часов. Первая пуля попала в руку, вторая – в голову. Листьев умер мгновенно. Вряд ли причиной убийства был грабёж. При убетом обнаружены деньги – полторы тысячи долларов и миллион рублей. Это убийство потрясло страну. Хотя в 90-х, казалось, все привыкли к подобным новостям. На самом деле это страшное время. Я считаю, что это время было страшное. Но тут замахнулись на легендарного взглядовца, которого знала вся страна. Расследование убийства под свой личный контроль взял президент Ельцин. Для того, чтобы всё-таки мафиозные группы дрогнули. Для того, чтобы они почувствовали, что спуска здесь не будет. В Останкино к гробу телеведущего выстроилась огромная очередь. Тысячи поклонников несли цветы. Многие еле сдерживали слёзы. Были такие толпы народа, что перекрыто было движение во всём центре. Просто люди стояли на дорогах. А потом на всех домах повесили, значит, чёрные такие тряпки, на которых было написано «Влад Листев». И никто из людей, которым завесили окна, не вякнул, потому что это была общая трагедия. Чёрный. Чёрный экран. И только Листев. Фотография. Вот это был протест журналистов. Такого, я думаю, что в истории никакого телевидения не было. Резонансное убийство руководителя канала тут же обросло множеством версий. Следователи начали искать заказчиков в близком окружении Листева. Проверяли даже легендарных ведущих программы «Взгляд», с которыми Влад когда-то начинал свою карьеру на телевидении. Ведь ни для кого не было секретом, что к моменту смерти Листев переругался почти со всеми бывшими коллегами. Под конец были ужасные отношения. Все, кто работал внутри вида, все это знали. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Молодежную программу «Взгляд» ведут журналисты Дмитрий Захаров, Владислав Листев, ну и Александр Любимов. Во «Взгляде» все стали народными любимцами тогда, но Влад стремительно, как ракета, рванул вперёд и ввысь. Все остальные, так сказать, разбрелись по разным другим программам. Но уровень Влада был несопоставим с уровнем остальных ведущих «Взглядов». Находились и те, кто говорил, именно «Взгляд» и мгновенная популярность стали убийственными для Влада Листьева. Вы знаете, мы очень долго думали, как назвать нашу передачу, и были разные. Слишком долго думали. Да, долго думали. Наше, например, руководство считает, что программа под названием «Взгляд» имела бы очень прочное место в нашем эфире, особенно в вечернее время. В конце 80-х «Взгляд» был, пожалуй, самой популярной программой времён «Перестройки». Каждую пятницу при звуках заставки весь советский народ садился у телевизоров. Даже преступность снижалась в это время, утверждали создатели программы. Добрый день, здравствуйте. Программа «Взгляд». Это был бум. Это было всё-таки такое ощущение, как будто что-то прорвало. Было замечательное время, и нам тихо повезло, что мы попали вот в эту точку, где вдруг совершенно неожиданно все нити этого сложнейшего исторического процесса как-то соединились. Четверо «Взгляда» после первых же выпусков стали безусловными звёздами. Казалось, они не конкуренты друг к другу. Саксопильного Александра Любимова обожали девушки. Я уже почти ваша поклонница. Эрудита Дмитрия Захарова уважали интеллектуалы. Так говорил Алтон Джон, когда он только начинал свою музыкальную карьеру. А блестящему репортеру Александру Политковскому доверяли даже скептики. «Отменить» со всеми вытекающими правовыми последствиями. Но харизматичный и такой свой Владислав Листьев нравился всем без исключения. Яркий, красивый усар с усами, в красивых очках, в золотой оправе. Энергичный, всегда улыбающийся, всегда очень оптимистичный, всегда с шуткой на губах. Пётр, а почему такая любовь вдруг к лошадям? Как эта лошадь оказалась у тебя дома? Ну, её в совхозе хотели списать на мясо. Мы её купили по мясной цене, она болела. И вот вылечили. Можно зайти к тебе в дом и посмотреть, как она живёт? Пожалуйста. Это самый добрый материал взгляда. Сюжет о мальчике, приютившем лошадь, собрал призы на международных фестивалях и покорил сердца советских зрителей. Знаменитый материал, который сделал Влад, это история лошади, лошади, которая жила в квартире у молодого человека в районе песчаных улиц, где-то на Соколе. Для зрителей Листьев навсегда остался бесстрашным журналистом-правдорубом. Но в Останкино знали, что телеведущий Весельчак, народный герой, на самом деле был не так однозначен. Многих обвиняют в том, что идёт много рекламы. С одной стороны, да, действительно, это плохо, потому что она занимает много эфирного времени. А с другой стороны, как нам выжить? 3000 рублей, средняя зарплата в Останкино, люди уходят. Как тут быть? Как вы в Бишкеке будете с ними, извините, может быть, за такой тон? Нет, 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 нормальный тон. В ноябре 1994 года Борис Ельцин подписал указ о создании общественного российского телевидения. Основным акционером стал всесильный Борис Березовский. Компанию ему составили известные олигархи Ходорковский, Фридман и Авен. А в кресло генерального директора сел Владислав Листьев. По слухам, на этот пост его продавил Борис Березовский. Именно Березовский был автором предложения, чтобы Листьев сделать гендиректором ОРТ. И на допросах, которые мы проводили, он неоднократно это подчеркивал. Он же говорит, это же моя идея, я, так сказать, Влада. Главный акционер канала Борис Березовский не хотел упускать прибыль. Телевидение, которое раньше получало финансирование исключительно от государства, в 90-х стало приносить бешеные деньги за счет рекламы. Эфир заполонили ролики, которые заманивали наивных граждан в сети мошенников. Как только появятся у вас в Барнауле акции АОМММ, сразу же покупают. Родители плохого не посоветуют АОМММ. Останкино превратилось в коммерческий ларёк. И деньги там считались не рублями или доллами, а мешками полиэтиленовыми. Мешками, потому что замечательные команды, которые стали создавать эти финансовые пирамиды, типа там МММ, Хапер Инвест, там Олби Дипломаты, чёрт его знает, как они ещё звались, эти финансовые пирамиды. Рынок телерекламы был очень привлекательным для бизнесменов новой формации. По коридорам Останкино ходили люди с огромными пакетами наличных денег. Дела решались в кабинетах теленачальников, где зачастую оседал чёрный нал. Навести порядок в Останкино олигарх поручил новому гендиректору. При этом финансовыми потоками рулил верный зарадник Баба Бадрия Патаркацышвили. А Листьев должен был организовать производство новых успешных телепроектов с высоким рейтингом. Он хотел другого телевидения. Он понимал, какие горизонты перед ним открывают всё то, что называлось «Гласный», всё то, что называлось «Перестройка», всё то, что происходило не только на телевидении, но и в стране в принципе. Но, к сожалению, вот этот камень направо-налево пойдёшь, направо там большие деньги, Влад свернул туда. А большие деньги и творчество оказались несовместными. По слухам, Березовский довольно скоро разочаровался в Листьеве. Он, по сути, дал Владу полный карт-бланш в руководстве. И тот занялся реформами. Увольнял людей, закрывал редакции, ломал все привычные стереотипы. Листьев стал вести себя очень жёстко и цинично по отношению к коллегам. Масса людей очень профессионально теряли работу. Были, как бы, ну, сейчас бы сказали, что это митинги, были собрания, когда протестовали. Но Влад не останавливался ни перед чем. Большие деньги и власть превратили обаятельного телеведущего в циника с убийственным взглядом. Всё перестало существовать. И всё начало с чистого листа. Он занимался торговлей, он занимался бизнесом вместе с Березовским. Он думал, что он равня Березовскому. Нет. Многим коллегам Влада было странно видеть в нём такие перемены. По одной из версий, именно Березовский стал заказчиком убийства Листьева. Мы, значит, только следственным путём установили, значит, факт встречи Березовского в Агавазе с Листьевым накануне убийства. Да, эта встреча 28 февраля состоялась, длилась ночью, так сказать, проходила. И закончилась за полночь уже 1 марта. В этот же день Листьева убили. Но неужели хитрый Березовский не понимал, что первые подозрения падут на него? Ведь Влад был не просто административной фигурой. Он был фактически народным героем. Звездой Листьева сделала программу «Взгляд», которая в конце 80-х была символом нового телевидения, без цензуры и запретных тем. Но только лишь полночь он виден всем. Ох уж этот взгляд! Взгляд был в то время, конечно, такой форточкой, и мы с удовольствием его все смотрели. Мы еще раз напоминаем, что ток-шоу – это арена плюрализма, и точка зрения депутатов не всегда может совпадать с точки зрения нашей программы. В конце 80-х в эфире ведущие могли критиковать политиков и самого Горбачева. Они первыми на телевидении стали ездить по городам России и показывать, как действительно живут простые люди. Они беседовали с обычными гражданами и с первыми миллионерами. Причем одни рассказывали о своих бедах, а другие не скрывали богатств. Артем Тарасов, Силь, здесь, вот там, на том кресле, говорил о том, что да, я заплатил партийные взносы около миллиона рублей. Тогда это просто крыша ехала. Нам нанесли убытков свыше 20 миллионов рублей, нам никто их не выплатит. Но с долги мы с честью выплатили. Для всей страны телеведущие «Взгляда» были образцом чести и нравственности. Поклонники были уверены, их связывают не только рабочие, но и дружеские отношения. Однако, на самом деле, в редакции программы постоянно вспыхивали конфликты. И поводом зачастую становился факт, который скрывали от телезрителей. Влад Листьев страшно пил. У Листьева были проблемы с алкоголем, об этом все знают, он сам это не скрывал. И были моменты, когда он выходил в эфир пьяненьким. Может быть, это было незаметно зрителям, но это было. И эта страсть Влада была по-настоящему убийственной. «Где Листьев? У нас пять минут до эфира!» – гремел режиссер, нависая над ведущими. Взглядовцы пожимали плечами. В редакции не появлялся, на звонки не отвечает. И вдруг в студию ввалился Влад. «Ребятки, сейчас все будет, я готов!» – радостно прокричал Листьев. «Готов!» – с отвращением посмотрел на пьяного Влада режиссер. Влад мог себе позволить и сорвать эфир. Это реально было несколько раз. «Если приходил, то был либо с похмелья, либо просто пьяный. И вот это было настолько отвратительно!» В пиле на телевидении всегда. Репортеры, редакторы и ведущие прямого эфира работали в условиях постоянного экстрима и снимали напряжение алкоголем. О пьянках телевизионщиков в коридорах Останкина ходили легенды. «Ты делаешь что-то, что нравится аудитории. То есть у тебя лишний повод это как-то отметить крепенько. Ну а почему бы нет-то? Мы не скрываем, что и на съемках бывало, это, конечно, возмутительная история, но это было». Пили в редакциях, гримерках, монтажных. Под рюмочку обсуждали новые темы, писали сюжеты и планировали очередные съемки. Тележурналист и ведущий культовой программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов до сих пор вспоминает знаменитые посиделки в Останкинской столовой. «Мы сидели три человека, три очень известных человека. Это Влад Листьев, это прекрасный эстонский журналист Урмас Отт, который вел программу, от которой все просто мглили, особенно женщины, с его таким эстонским акцентом. И я. Под столом у нас стоял бутылка книга». Но было негласное табу. До эфира ни капли. Этого правила придерживались все телевизионщики. Однако для Листьева не существовало запретов. «Просто четко и ясно ему сказали, Влад, либо бросаешь это дело, на эту дурацкую свою привычку, либо думаешь о будущем и остаешься. Если не бросаешь, то мы с тобой расстаемся. Все, ты уходишь». Суровое телевизионное начальство и не догадывалось, что литрами водки Листьев глушил жизненные трагедии, которых на его долю выпало немало. Смерть детей, скандальные разводы, конфликты с коллегами. У знаменитого телеведущего была плохая наследственность. И ему по-настоящему трудно было справляться с искушениями. О своем детстве Листьев вспоминать не любил. Был человеком из бедной семьи очень. Я когда с ним встретился, у него любимым блюдом были пельмени, которые в Останкинском, Останкинский комбинат производил. Родился я в полуподвальном помещении, совершенно замечательное. Вот до сих пор помню воспоминания детства. Ноги людей, которые видно вот в полуподвальном, вот в это окошко. Семья ютилась в бараке, в комнатке на 12 метров. Отец Влада, глава комитета народного контроля Николай Листьев, оказался под следствием из-за крупной взятки. Завели уголовное дело. И он этого не вынес, он не принес. Это он принял целую упаковку таблеток. Его смерть стала для Влада трагедией. Почти сразу же после похорон мать привела в дом отчима и напрочь позабыла о сыне. В тот день Влад прислушивался к пьяным крикам из-за двери и, вздохнув, нажал кнопку звонка. Растрепанная и красная Зоя Листьева хмуро уставилась на сына. «Мам, пусти домой, темно уже на улице», – бормотал Влад. «Как же ты мне надоел!» – раздраженно выдохнула мать и швырнула сыну спортивную сумку. Она фактически выгнала Влада на улицу. Несколько лет парень провел в спортивном интернате. Это печальная история, это известный очень факт, что мама выпивала, и ему в какой-то момент показалось, что он там никому не нужен. С детства Влад мечтал доказать всем свою значимость. Уже став знаменитым, Листьев купил матери квартиру. Но Зоя продолжала глушить водку и зачастую отнекивалась от любых намеков на родство с телеведущим. Сам Листьев тоже не боролся со своей убийственной страстью. Но бросил пить неожиданно. Фактически в один день, когда ему было уже за 35. Потом Влад сам говорил, что ему крупно повезло. В его жизни появилась третья жена – Альбина Назимова. Как он трепетно с ней общался, какая любовь изливалась из его глаз, говорила о том, что он искренне влюблен, он ее любит, обожает. С букетом цветов и шампанским Влад ворвался в мастерскую. «Альбина, я развелся с Татьяной, выходи за меня!» Громко хлопнув пробкой, Листьев разливал шампанское по бокалам. Усмехнувшись, Альбина отобрала у Влада бутылку и вылила шампанское в раковину. Альбина Назимова сделала все, чтобы он не пил. И благодаря ей он, собственно, пить перестал. Альбина очень умная, расчетливая женщина. Она очень хваткая, практичная. Новая жена круто изменила его жизнь. Амбициозная и требовательная Альбина боролась с вредными привычками Влада. Помогала строить карьеру, следила за имиджем и знакомила с нужными людьми. Нам удалось, ну, один из главных призов для нашей программы найти именно здесь, на Елисейских полях. Вот этот автомобиль будет разыгрываться даже в финале. Под напором жены Влад из талантливого шоумена превратился в эффективного менеджера. Друзья Листьева были удивлены, когда следователи стали вызывать ее на допросы, подозревая, что именно Альбина могла заказать убийство собственного мужа. По одной из версий, она ревновала Влада. Ведь он, несмотря на крепкие отношения, не гнушался случайными связями. Он крутил роман, это было всем известно, с личным гинекологом Альбины, у которого прозвище было в тусовке Веранда. Ну, за, так сказать, с габариты определенные. Уважаемый мною человек, Борис Иванович Уваров, он допустил тактическую ошибку и в свое время испортил отношения с Альбиной Назимовой. То есть, скажем так, начал ее подозревать в том, что она в той или иной форме причастна к этому убийству. Это способствовало тому, что она замкнулась и не стала давать показания, которые необходимы, так сказать, следствию. Конечно, обвинения со вдовы Листьева были сняты. Эти слухи возникли по простой причине. Еще при жизни Листьева друзья заметили. Его брак с Альбиной дал трещину. Говорили о публичных скандалах между супругами. На этих кадрах из личного архива заметно, что жена Влада огорчена его поведением. Как вам здесь отдыхается, Альбиночка? В принципе, если бы ты меня любил, мне бы отдыхалось еще лучше. Подозревали я Альбину. Почему? Потому что у Листьева был очень бурный любовный темперамент. И было много женщин. Впервые Влад женился в 1977 году, еще будучи студентом, на легкоатлетке Елене Есиной. Улыбчивая и самоуверенная блондинка сразу ему понравилась. Вообще любила женщин с мозгами, то есть с которыми можно было поговорить. Не просто так прогуляться, а вот поговорить. Женщине больше всего нравится изюминка. Это если есть изюминка у женщины, и чтобы умная была. Но ходили слухи, что женился Листьев вовсе не по большой любви. Он надеялся вырваться из нищеты. Поэтому выбрал себе невесту и богатую тещу в придачу. Она была товароведа, березки, валютные. Это был такой магазин. На Москве было там перечесть по пальцам. В магазин, где за валюту или чеки, можно было купить все, что было за рубежом. А простые люди это купить не могли. На свадьбе мать Елены. Широким жестом бросила на поднос конверт с деньгами. И предупредила Влада. Характер у ее Ленки не подарок. Сразу же после свадьбы Листьев понял, как просчитался. Он и подметал, как дворник дворы. И все это на нескольких работах работал. И как журналистом в редакции, и на радио подрабатывал. То есть где мог, там и хватался за работу. А дома беременная жена закатывала очередную истерику. Ленка, не сердись. Я полгорода оббегал за цветами для лучшей в мире жены. Влад вытащил из-за спины букет. А почему от тебя пахнет чужими духами? Будучи в браке, он все равно позволял себе разные ухаживания. Ну, потом это все заканчивалось. Он приходил домой и говорил, Ленка, ты самая лучшая. Он был совершенно такой гуляк, парень, обаятельный, любимец женщин, усатый, нянь. Он мог загулять там, мог долго где-то пропадать. Первая беременность Лены закончилась трагедией. Через несколько часов после рождения их общий с Владом ребенок умер. В 80-м году брак Листьева с Есиной окончательно развалился. Елена к тому моменту была беременна во второй раз. Но, несмотря на это, Влад ушел. Хотя их общая с Есиной дочь Валерия Листьева уверяет, что Елена сама выгнала Влада из дома, устав от его бесконечных загулов. Мама строгая, она просто отрезала. Сказала, что тебе лучше не приходить, меня не травмировать, и все. Вскоре после расставания Лена родила девочку. Но словно в отместку жене, Влад отказался признавать ребенка своим. Алименты на дочь из него приходилось выбивать через суд. Валерия Листьева так ни разу и не встретилась со своим отцом. Мне было 7 лет, и тоже маму поздно смотрели программу «Вид». Нам объявляли, Владислав Николаевич Листьев. Я говорю, мама, почему это у дяди моя фамилия? Он такой спокойный, это твой папа. А я так, да? Ну и ладно. Правда в чем состоит? В том, что Влад уже ворочил сотнями тысяч долларов, а алименты платил своей дочери от первого брака копеечные. И, значит, жена, супруга отказалась от этих алиментов. Это, конечно, достаточно показательно для человека уже богатого, состоявшегося и так далее. Сегодня мы начинаем нашу новую передачу. Коллеги считали Влада Листьева легким человеком. Обаятельный шутник – душа всех компаний. За эту легкость его обожали телезрители. Сложно было даже представить, что этот балагур может переживать серьезные депрессии. Вы передаете мне ход, я не имею права участвовать в игре, поэтому уходите опять. Но эти шутки в эфире были лишь маской. Никто из поклонников не знал, какие страшные минуты пришлось пережить Листьеву. Я прекрасно понимал, что его жизнь основная там, она вне телевидения. И там она очень трудная, и там она очень тяжелая, и там она очень проблемная. Причем было некое такое кольцо. Проблема, водка, водка, проблема, проблема, водка. В докладе института выражается серьезная озабоченность, наметившаяся тенденцией к падению рождаемости. В начале 80-х Листьев женился во второй раз. Супруга Татьяна родила Владу сына. И вдруг новый удар судьбы. Из-за ошибки врачей новорожденный ребенок ослеп и оглох. Он прожил всего несколько лет и умер во сне от удушья. Это была драма, когда ушел ребенок, да. И это был рубец очень серьезный. Влад медленно набрал знакомый номер. Хотел проститься перед отъездом. Пробормотал он на вопрос встревоженной тети. Тетя, конечно, там спросит, куда? В другой город. Откуда не возвращаются? Ну, она знала, что он так тирло переносится в смерть. Догадалась. Если решил руки наложить, то куда он мог? На дачу. И вот она, собственно, вызвала медиков по адресу дачи. Врачи нашли листьево бессознания в луже крови. За 15 минут до приезда скорой он перерезал себе вены. Позже медики скажут, опоздая они хоть на минуту, его было бы уже не спасти. Но Влад не спешил никого благодарить. Он вернулся на работу и запил по-черному. Это его попытка уйти от этой жизни, от тяжести с помощью известного русского способа. Еще один знаменитый телеведущий глушил свои проблемы водкой. Сергей Супонев погиб в 38 лет. Он прожил почти столько же, сколько и Влад Листьев. Мало того, они были друзьями. И оба любили выпить. Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии. Мы рады приветствовать вас сегодня в понедельник. Наверное, некоторая такая беспечность, невнимательность, она его, что называется, вот как бы, так сказать, не спасла. Сергей Супонев попал на телевидение в 92-м году. Он стал лицом детских телепередач. Выпустил множество ярких проектов для детей и подростков. «Царь горы», «Звездный час», «Зов джунглей». У него главные качества было обаяние и абсолютно открытости. Вот. В отсутствие всякого пафоса. Все остальные начинали шевелиться из-за того, что это просто интересно и азартно было. Но личная жизнь Супонева складывалась не так удачно, как телекарьера. Сергей расстался с первой супругой. Развод дался непросто, а сын Кирилл так и не смог простить отца. Внутренние конфликты телеведущий пытался решить при помощи водки. Нужно понимать только одно. Человек, который так много делает, имеет не очень много вариантов лекарств, которыми можно пользоваться в жизни, чтобы снять стресс. В декабре 2001 года нетрезвый Сергей мчался на снегоходе по льду Волги и врезался в скрытые снегом мостки речной пристани. Скорость была дикой. Выжить было невозможно. Влад Листьев преодолел убийственную страсть, но стал жертвой киллеров. После резонансного убийства следователи принялись раскручивать разные версии. Пришедшие на похороны обсуждали самые невероятные слухи. Но у некоторых, близко знавших Влада, была своя версия причин трагедии. То, что он встал на путь зарабатывания денег, помимо своей основной журналистской деятельности, это, наверное, было главным его просчетом. Но все не могут быть классными. И поэтому, ребята, давайте не обижаться. Давайте смотреть правде в глаза. 4 марта 1995 года. На Ваганьковском кладбище столпотворение. Москва прощается с легендарным телеведущим Владом Листьевым. Гроб несут ближайшие соратники Влада. Иван Демидов, Константин Эрнст, Леонид Якубович, бывшие коллеги по программе «Взгляд». Следом идет третья супруга Влада – Альбина. Во время отпевания в церкви вдова едва не теряет сознание. Ее приходится поддерживать. Репортеры снимают церемонию погребения с крыш. А в толпе обсуждают слухи. За что убили популярного журналиста? Одна из версий, которая звучит наиболее четко – деньги. Влада убили не, как вы говорите, деньги, а ради денег. Ради даже не каких-то конкретных там сумм, а ради печатного станка, в который превратилась Останкина. Чайник как раз вот к нашему столу. Я одновременно на три чашки могу разливать этот чай. Там пока чая нет. До чая мы еще дойдем. С первых дней в эфире взглядовцы были звездами. Но это не означало богатство. За один выход программы четверым ведущим платили всего 12 рублей. На всех. Это была вообще драма, потому что на инвещание я получал в 4-5 раз больше. Но очень скоро журналисты нашли способ монетизировать свою популярность. Они ездили по регионам и устраивали своеобразные творческие вечера, где просто отвечали на вопросы обычных жителей. Мы когда выступали, естественно, мы отвечали на вопросы. Мы же не читали какую-то лекцию. Мы вот про рабы перестройки, программа «Взгляд». Ну, как это что-то там. И кто-то что-то говорил. Я что-то сказал, Влад что-то сказал. Какие-то элементарные вещи. За месяц ведущие «Взгляда» получали официально 150 рублей, а за двухчасовую лекцию – 400. Влад Листьев быстро почувствовал вкус к деньгам. И вскоре в эфире стали появляться заказные сюжеты или скрытая реклама, как это называют на телевидении. На стакане написал название какой-то фирмы. Вот. И, так сказать, у тебя стоит перед тобой. Никто не предъявлял никаких претензий. Позже некоторые коллеги обвинят Листьева в том, что из-за его действий доверие зрителей к программе стало падать. Популярность, которую принес Владу «Взгляд», стала поистине убийственной для него. После смерти Листьева на его счетах обнаружили 16 миллионов долларов. Для нищих 90-х это невероятная сумма. Мне об этом сообщил, опять же, Петр Требой, который сказал, Владимир Викторович, как человек, который у вас получал 40 рублей еще буквально там 4 года назад, стал долларовым миллионером? Объясните мне структуру получения денег на телевидении. Что значит «богатый»? Вот для меня тоже это непонятная совсем фраза. Да я не бедный человек, естественно. В 90-м году «Взгляд» перестал существовать. После развала СССР страна оказалась в новой реальности и погрузилась в хаос дикого капитализма. В эпоху бандитского передела собственности деньги делались из воздуха. Я знаю многих бизнесменов, которые мне рассказывали. Вот я в 90-е годы приходил домой, а у меня полкомнаты завалено деньгами. Отличительные признаки нового русского – красный пиджак, золотая цепь на шее и полные чемоданы черного нала, устоять перед которым не смогли и ведущие взгляда. После закрытия программы Влад с коллегами основали телекомпанию «Вид». Его единогласно выбрали президентом. Улыбаясь, Листьев принимал поздравления, когда кто-то тронул его за плечо. Он увидел стоящего в стороне Мукусева. Не гонись за деньгами, Влад. Пока не поздно, поехали со мной в Новосибирск. Создавать новое телевидение. Но Листьев лишь рассмеялся. Он вынул из кармана пачку сто-рублевого, сто-долларовых бумажек. Так сделал и сказал, ты хочешь, чтобы вот это я поменял на какой-то твой вонючий Новосибирск? В начале 90-х Листьев, по сути, стал одним из первых успешных и хватких продюсеров. Раньше о такой профессии и не слышали. Влад стал первопроходцем. Ему помогало уникальное чутье на успешные форматы. Во время служебной командировки в Париж Листьев увидел в эфире местного телевидения игровое шоу «Колесо Фортуны» и загорелся идеей адаптировать его для российских зрителей. Мы начинаем очередную передачу цикла «Капитал-шоу. Поле чудес». Никто тогда и представить не мог, что несерьезная угадайка станет самой популярной игрой в постсоветской России. А ее ведущий превратится в главного шоумена страны. Это курица, которая нанесла золотые яйца. Все остальные программы, например, моя программа «Политбюро» или «Красный квадрат», нам не нужно зарабатывать деньги. Потому что зарабатывал ли деньги, зарабатывал именно это. И у Влада возникло в какой-то момент головокружение от успехов. Наигравшись в «Поле чудес», Влад передал программу в руки Леонида Якубовича, а сам начал делать не менее популярную тему. Программы «Листьево» приносили огромные деньги. Одна минута рекламы стоила более 40 тысяч долларов. Если бы Листьев оставался обычным продюсером и довольствовался статусом телеведущего, возможно, он был бы жив. Но Влад стал пешкой в чужих руках и жертвой собственных амбиций. Когда Борис Березовский назначил Листьева на пост генерального директора, тот с головой погрузился в новые проекты, ночами просиживал, составляя сетку вещания телеканала. Возникала проблема, что Влад считал, что он на телевидении главный, он профессионал, а эти ребята пришли сюда только ради зарабатывания денег, но они в телевизионных вопросах телевидения ничего не соображают, и он и Береза был недоволен. Но Влад уже ни с кем не считался и никого не боялся. Всенародный любимец Листьев был уверен, его попросту никто не посмеет тронуть. К весне 1994 года определились три лидера на рынке рекламы. Среди них был интервид Владислава Листьева. Представители трех рекламных монстров договаривались, как делить рекламный пирог. Тем временем Борис Березовский и финансовый директор ОРТ Бадри Патаркацышвили приняли решение о приостановке размещения рекламы на канале. А Влад Листьев должен был озвучить это постановление о временном моратории. Все остается по-прежнему и будет еще лучше, поверьте. Коллеги предупреждали, что он стал на опасную дорожку. Поступали угрозы, просто он несколько их недооценил. Понимаете, психологический комплекс какой? Звезда, так сказать, пользуется всеобщим народным вниманием, значит, все время на виду. И он, видимо, полагал, что преступники не решатся совершить преступление какое-то в отношении него, поскольку это такая значимая личность. Влад Листьев даже сознательно не нанимал охрану. Хотя в те годы многие знаменитости ходили с телохранителями. Знаменитый телеведущий на грязном полу в подъезде. Эти кадры шокировали поклонников и коллег. Имена заказчика и киллеров до сих пор не названы. Влад Листьев казался всем любимчиком фортуны. Но за неизменной улыбкой он скрывал трагедии и серьезные комплексы. Казалось, он победил. Богат, знаменит, фантастическая карьера. Но все это стоило ему жизни.